Вот в Харькове в мирные времена очень распространен такой бизнес, как давать правильное питание, ну это сарказмом, по их методикам, ну это какие-то спортивные варианты, я уважаю любой вид бизнеса, ну кроме вот этого вранья в медицине. Так вот, правильное питание, по их мнению, это синтетическая ложечка из синтетической баночки, которая часто очень содержит там и вытяжки из якорцев, и другие аналоги половых стероидов, ну а как по-другому сделать избыточным свою мышечную массу. То есть обычными тренировками они создаются, значит надо применять какие-то стимуляторы, какие-то искусственные добавки, и вот это называется правильное питание. Так вот, они предоставляли, только приди, они вас взвесят, они, скажем, вам расскажут ваши проценты, померяют и расскажут, что надо худать. Ну я скажу так, да, я скажу так, видимо, так же как и на Гербалайфе, за счет подавления аппетита, частично эти биодобавки не могли работать, особенно для мужчин, у которых мы обсуждали с вами подряд несколько эфиров ранее, там, где расформируется дефицит тестостерона, то малейшая биодобавка, которая воздействует на тестостероновые рецепторы, она будет так или иначе способствовать росту мышечной массы и снижению, скажем так, методических проявлений. Ну так же, и таким образом будет создаться иллюзия, что стало лучше. Я согласна совершенно, я скажу вам, что у меня было прям как-то звезды сходятся, я помню, в один день пришло человек, наверное, 5, и каждый из этих мужчин, это были люди старшего возраста в группе, там, условно, около 55, наверное, и каждый из них принимал свою биодобавку, и каждый клялся мне, что ему лучше, ему лучше. Ну, я не отклоняю феномен плацебо, но, как интересно, я просто помню, не буду я их рекламировать, просто скажу, что про две из тех, которые прозвучали биодобавки, я потом услышала, что проведены клинические исследования и препараты исключены из списка БАДов, потому что там есть введены небольшие количества андрогенов, и это называется, знаете, как, аларчик просто открывался, чудо не было, просто была маленькая привесочка, которая выполняла ключевую функцию. Поэтому